В этот детский сад даже взрослым заходить страшно. Строительный мусор, обвалившаяся штукатурка, узкие дверные проходы. В таком состоянии здание находится уже несколько лет. Оно обветшало еще до того, как его успели сдать. Подрядная организация должна была произвести строительную работу на условиях под ключ в срок до 30 ноября 2016 года. Однако работы не были выполнены до конца 2017 года. Тогда уже прокуратура решила узнать, на что потрачены 160 миллионов бюджетных рублей. Проверка показала, что на эти деньги подрядчики сделали протекающую крышу, установили дешевую сантехнику и затопили подвал. Строители не оправдали и надежд местных родителей. Дети, которые должны были пойти в этот детский сад, уже готовятся к школе. В другие городские учреждения, говорят, малышей вести страшно. В те садики я бы не хотела своего ребенка отдавать. Из своих соображений безопасности своего ребенка. Поэтому хотелось бы все-таки новый садик. Его теперь будут возводить уже другие строители. На директора прежней подрядной организации завели уголовное дело. Предприниматели обвиняют в хищении в особо крупном размере. Однако, по мнению прокуратуры, виноват в убытках экс-мэр города. Разваливающееся здание им было принято и оплачено. Вышеуказан стало возможным по причине халатности со стороны бывшего главы городского округа Верхний Тагил. Он также привлечен был к уголовной ответственности и осужден судом за совершение халатности и приговорен к штрафу и лишением права занимать должности в муниципальных органах власти на определенный срок. И хотя пропало из казны 32 миллиона рублей, штраф бывшему главе выписали лишь на 300 тысяч. Дыры в кровле детского сада вновь латают бюджетными средствами. Подрядчику поставили новый срок – осень этого года. Однако работники уже сейчас сомневаются, что успеют. Каждый день скрываются какие-то недоделки предшественников. Дмитрий Сгагин. Главные новости Екатеринбурга.